Размешанная на территории шагунышной станции Костюковка-Крама у центра уваги старшинной Аблвы-Канкама опынулася у вересня этого года после коллективного взорота уже хоров ближайших улиц. Магазины, которые належат гандлевому предприемству, символичной назвой отдела рабочего забеспечения, керавництва акционерного товариства вырешила закрыть. Як расслумашили покупникам, за ним это сгодности дальнейшей эксплуатации. Выбор у людей оказался невеликим. Звернуться за допомогой у Аблвы-Канкам, те наведывать краму, якаясь находится, прикладно, у трех километрах. Пришим перадульвать, эту одлеглась пришлось об людям, уаснованным со старелого взросту. У отповедности с решением старшинной Аблвы-Канкама, крама засталась опорцевать. Для жизни у нас здесь все есть. И мясное, и молочное, и крупы, и макароны. Даже сладочкой хватает, большой выбор. Вот захотела там бабку купить, вот, пожалуйста. Все-таки не ходить далеко и не это. И нас магазин этот устраивает. Мы за то, чтобы этот магазин работал. Некальки годов не могли вырешить свою проблему и жахары дома номер 108 по улице Советской Урэшицы. У отповедности с девушим законодавством, кватеры на першем по версии набыл мясцовый предприниматель, який открыл краму по продаже бытовой химии. Не глядяши на скарги людей, на неприемный пах, бизнесмен не только не прислухался до их, а и зарабил прибудову до дома. Это дозволило повеличить гандлевые площади. Терпение жахаров скончилось, когда они доведалися об планах предпринимателька зарабить еще одну прибудову. Звороты у розной инстанции, уключающей мясцовый райвыконкам, проблемы не вырешили. Ситуация кардинально изменилась только после коллективного зворота у абылвыконкам. Решение вынесли в нашу пользу. То есть постройку эту делать не будут. Наш двор похабить, извините. Не будут. Двор у нас замечательный там. Ну и, конечно, мы собрались вместе, дружненько у нас там пенсионеры в основном, и решили, что надо отправить письмо благодарности кому? Губернатору, который непосредственно курирувал этот вопрос. И мы очень благодарны Геннадию Михайловичу за его, ну не знаю, добродушие, за его неравнодушие, за его нашел он время и на такой, кажется, невзрачный вопросик, но время у него нашлось. И еще один дом по улице Советской, але уже угомили. Зворот от его же хору так само был коллективным. Проблема с и правды оказалась вельми актуальной. Справа в том, что проектировщики подоглядели настолько высокий и незручный ганок, что передулить 11 приступок было соправдным выпробованием для пенсионеров, людей с обмежованными физичными махчимостями и мати с детячими колысками. Пропанова же хору об установке зрушного пандуса была реализована только после ответного дорушения старшини Абывы Конкама. Очень благодарствую всем, всем, что сделали нам вот этот пандус. Сейчас выехал, никого не просить не надо, я тихонько выехал, побыл на улице. Дождь какой начался и что, я сразу раз поднялся, дождь идет, а я сижу, никого нет, чтобы меня кто поднял. Ну, в основном, хорошо, хорошо. Очень довольны, все довольны, бабки довольны, я смотрю, на балкон хожу, смотрю, как они тянутся по этим пандусам. Хорошо сделали, довольны. И все довольны, все говорят спасибо большое. Алисин Серов, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампания Гомель.